Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире «Городская среда» – программа, в которой мы пытаемся найти ответы на вопросы горожан. Что мешает сделать городскую жизнь безопасной и комфортной? Как изменить среду выживания на среду обитания? Сегодня в этом нам помогут муниципальные советники Никита Цуркан, Антон Ляцкий и гражданский активист Виктор Кирондо. Здравствуйте! После метели, которая обрушилась на главный город страны, наши с вами сограждане столкнулись с новой напастью, а именно – нечищенные тротуары. Я обратил внимание по социальной сети Facebook в ленте, которая называется «Город без маршруток», там говорилось о том, что очень много было хвалебных слов в адрес властей относительно того, как быстро почистили дороги. Возможно, с этим можно согласиться, можно спорить, водители пусть сами разберутся, но я обратил внимание на другое – уже который день у нас в столице нечищенные тротуары. И буквально вот пример, который мы в своих информационных выпусках привели вчера. 160 человек обратились в больницы скорой помощи за врачебной помощью в многочисленные переломы, ушибы, падения. Кишиневцы буквально взывают о помощи. Помогите разобраться с тем, почему у нас тротуары не чистят, почему пешеходная жизнь кишиневцев – самый небезопасный способ обитания в нашем главном городе. В социальных сетях появилось очень много снимков, практически каждая лента в фейсбуке пестрит фотографиями о том, что, смотрите, этот тротуар, эта часть, ботаника, проспект Мира. Казалось бы, ну что там мешает почистить тротуары, но перед одними какими-то магазинами есть почищенный фрагмент тротуара, а целая картина такая, что смотришь, как люди держатся за стены, пытаются помочь друг другу пройти. Вот в чем феномен вот этой нашей кишиневской жизни? Короткие власти не обладают теми возможностями? Может быть в системе ЖКХ происходит какой-то сбой? Я так понимаю, что что-то меняется в примарии, меняются кресла, меняются люди на этих креслах, но почему не меняется жизнь кишиневцев? Давайте вот начнем с тех, кто ходит в примарии на работу. Ну для меня вообще странно, когда, наверное, упустил момент, когда наши власти начали, муниципальные какие-то управления начали хвалиться тем, что они расчистили снег. Ну а че-то звучат? Какая-то, видимо, сверхъестественная что-то для них происходит, это их работа, они должны это делать. То есть хвалиться тем, что мы расчистили снег, ну это странно звучит, как минимум. Другой вопрос вы там упомянули по поводу того, что возле магазинов расчищено, не расчищено. На самом деле, то есть согласно законодательству, экономические агенты должны сами расчищать территорию, которая прилегает, собственно, к ним, да, то есть к торговым каким-то точкам, либо магазинам, либо предприятиям, неважно. То есть они должны этим заниматься. То есть кто занимается, кто нет, это уже другой вопрос. Согласен с вами здесь, что очень много у нас есть в городе мест, где не расчищено ничего, там достаточно свернуть с главных дорог просто во дворы, и вы увидите всю прелесть того, как это никак не делалось ничего, так и ничего не делается. Почему? Ну, тут, наверное, вопрос к муниципальным службам, которые говорят о том, что они не успевают. Ну, не успевают, значит, на мой взгляд, нужно нанимать других людей, которые будут успевать это делать. У нас, мы к зиме, зима приходит каждый год к нам нежданно и негаданно, да, каждый год у нас одно и то же. Я понимаю случай, который был в апреле прошлого года. Это действительно были, ну, такой катаклизм, которого невозможно было предугадать в конце апреля, никто этого не ждал. Понятно, здесь реагировали все экстренно, нельзя было каким-то образом это предугадать. Но зима, все знают, что надо готовить, там, не знаю, песок, реактивы, еще что-то, подготавливать машины, чтобы они были готовы стартовать и ехать это все убирать. Тем более, не такой большой уж снегопад был, насколько я знаю, и видел сам этой зимой. Вот как-то, наверное, так я начну комментировать, может, коллега добавит. Антон, ваше видение, вот, порядок в Кишиневе или это, ну, не знаю, нам с этим надо смириться? Видение, мы видим сами, выходим на улицу, видим, что на улице лед, на улице беспорядок. Это видят все горожане, все кишиневцы. Но ситуация, она продиктована той системой, которая была создана до сих пор, и которая функционировала. И до сих пор она продолжает функционировать. Что касается общегородских дорог, магистральных дорог, по которым ездят машины на сегодняшний день, они расчищены по той причине, что предприятия «Эксдрупа» и дирекция транспорта обладают кое-каким запасом старой советской техники на сегодняшний день. И за последние лет 8 техника не покупалась вообще. И то, чем было, тем и почистили. Вышло порядка 60 единиц техники. И те старые трактора, те старые ЗИЛы, что было, то и вышло. Если говорить о современных системах очистки снега и снегоуборочной техники, то она не закупалась, не закупается, не знаю, если она будет закупаться. Было предложение купить старую технику, но старая техника – это не гарантия того, что она завтра не выйдет из строя, а запчасти у нас в Молдове, как правило, не водятся. И обслуживание будет стоить намного дороже. Мы автобусы покупаем уже почти год, покупаем эти 9 несчастных автобусов. Теперь, что касается тротуаров. На сегодняшний день система ЖКХ построена таким образом, что мы попадаем сами в свою яму. То есть муниципальные предприятия, мы говорим о ЖЭКах сегодня и о ассоциациях и так далее, должны, если мы говорим о ЖЭКах, то ЖЭК имеют свою определенную территорию, которую они должны чистить. Сегодня в городе, кроме компании «Эксдрупа», тех, которые чистят, скажем так, дороги, должна существовать другая служба, которая чистит и тротуары, потому что сегодня муниципальное предприятие, дирекция коммунала Катива, должна сегодня обеспечить очистку этих тротуаров. Но выполнение функциональной обязанности она не может выполнить по той причине, что, во-первых, опять же, нет техники, есть кое-какое распределение, но непонятно, есть ли реагент, нет ли реагента, есть ли песок, нет ли песка. А посыпать песком – это что значит? У нас бабушка, дедушка, дворники, как правило, они выходят, что они? Сколько они песка возьмут с собой? Или сколько они реагента они возьмут? Дай бог, ведерочка поднимут. Ведерочка, да? А техники нет. Если взять, что у нас есть 23 муниципальных предприятия, которые сегодня де-факто банкроты, и одно из них не банкрот, но к этому все стремится, то за качей счет будет приобретена какая-то снегоуборочная техника. Если мы говорим, что сегодня есть ассоциации жильцов, то ассоциации жильцов – один дом, опять же, не в силах потянуть уборку, и это та же бабушка, в лучшем случае, которую убирают территорию. Но при том, что на сегодняшний день те ассоциации, которые просили у муниципия получения какой-то придворовой территории для того, чтобы поблагородить эту территорию, они ее не получили. Хотя по закону и по всем европейским нормам студии де-физабилитати, которые были проведены на сегодняшний день, рекомендации есть о том, что ассоциации должны получать придворовую территорию для того, чтобы они занимались облагорожением. Это парковки, это какие-то детские площадки и тому подобное. Поэтому сегодня мы получили ту ситуацию, в которой мы являемся. То есть какие-то тротуары должны чистить муниципальные предприятия, а какие-то внутридворовые территории, то есть я имею в виду именно дворы, должны чистить сами коммунальщики. Но сегодня система коммунального хозяйства вообще не работает у нас. Начнем с того, что… Давайте продолжим. Я вот хотел поделиться личным таким наблюдением. Я понял, что наши дворы благоустраивают прокуроры. Я объясню, почему я это говорю. Утром я выехал на работу с парковки, которая непосредственно перед домом, по оледеневому накатанному, так сказать, асфальту. И не я один, все мы там выезжали. И по тротуарам идти невозможно, не держась за деревья, за стены домов. Дети радуются, самки выкатывают. Выходные дни были удачными. Но возвращался и обратил внимание. Песок, там что-то уже соль трещит, не знаю, реагенты и так далее. Я спрашиваю соседа, а в чем дело, что случилось? Как-то активизировались местные власти, добрались до нашего двора. Почему мы не на Тшибе живем, в центре ботаники? А он говорит, да нет, сосед прокурор. Позвонил, вот подогнали машины быстро. Я понимаю, что, конечно, во всем человеческий фактор. Но мне грустно, что не в каждом доме живет прокурор. В таком случае могли бы, наверное, почистить все дворы. Виктор, вот вопрос вам. Вы заслуженно, так сказать, являетесь носителем такого статуса неравнодушного человека, неравнодушного горожанина, активиста, которому неравнодушно, каким будет наш главный город страны. Но сегодня, в силу определенных обстоятельств, вы, так сказать, география вашей жизни уже не ограничивается городом Кишинем. Вы учитесь в нескольких городах Европы. И таким образом можете посмотреть на то, как развивается жизнь в нашем с вами городе, вот сквозь призму того, что вы видите, как живут там. Потому что одно дело быть туристом на неделю, другое дело находиться даже в качестве студента, но ты живешь жизнь у того большого города, живешь его ритмом, и ты понимаешь, комфортно это или некомфортно. Унизительно это, я даже применю такое слово. Почему? Потому что, вот мне кажется, сегодня быть кишиневцем некоторым образом даже унизительно, когда тебя набивают, как в банку из-под шпрот, пассажирам маршрутного такси. И я так думаю, что и многим пассажирам троллейбуса бывают, находятся в таком же качестве. Вот сквозь призму вашего опыта жизни в европейских столицах, что бы хотелось изменить? Что вы увидели по-новому в нашем городе? Сложный вопрос? Что сложный, просто я не раз говорил, я давно занимаюсь вот этими городскими проблемами, и что я заметил, что в этом году действительно, из-за того, что там немножко что-то в них поменялось, муниципальные власти быстро организовали расчистку главных дорог, и прямо, то есть не возникла та же проблема, которая возникала все эти годы, когда просто дороги сами, дороги не чищены, и поэтому вот автомобилисты, все водители понимали шум, и поэтому, да, но поэтому сейчас все внимание переключилось на тротуары, потому что каждый год это было. У меня нет машины, я пешеход, я всегда хожу пешком по городу, особенно по центру, и вот эта проблема с заледенелыми тротуарами, это было всегда, каждый год, зависит, конечно, от зимы и от уже количества осадков, но все равно это очень страшная проблема для пешеходов, особенно для людей с какими-то там проблемами передвижения. и сегодня, в этом году, если только 160, вы сказали, обратились. Вчера, я помню, пару лет назад была статистика, около 700 людей обратились не то, что в травмпункты, а обратились в примарию для получения вот этих компенсаций, то есть масштаб трагедии был еще больше. Возвращаясь к тому, почему это происходит, это происходит потому, что, во-первых, как говорилось, вот у нас в городе нет слаженной системы коммунального хозяйства, то есть никто не знает, кто за что отвечает, то ли это тротуар дирекции транспорта, то ли он на балансе у дирекции ЖКХ, локатив коммуналы, то ли она кому-то частному принадлежит, агенту или… То есть никто не может нормально разобраться, кто за что отвечает. И поэтому нет и никаких действий, потому что все, как бы, валят вино друг на друга. Но есть еще проблема в том, что у нас вообще последние годы вся пешеходная инфраструктура вообще не воспринималась всерьез. То есть она была где-то там. Главное, все для машин. Нам надо дороги отремонтировать, нам надо парковки обустраивать, нам надо вот все для автомобилей делать, а с тротуарами как-нибудь сами. И поэтому вот у нас появились в последние годы вот эти парковки за счет тротуаров, на тротуарах. Есть улицы даже, где вообще убили тротуар и создали просто места для парковок. Вот на Кока, прямо где стена парка Дендрарь. Нет автомобиля, ты не кишиневец. То есть, да, получается, что... И это еще больше заставляет людей покупать машины, потому что пешком передвигаться невозможно. Публичный транспорт очень плохой. На велосипеде или каком-то там альтернативном транспорте невозможно передвигаться. Поэтому люди вынуждены покупать машины. Поэтому машин становится все больше в каждом году. и возникают эти ужасные пробки, и даже уже автомобилисты не могут нормально передвигаться. Я не говорю о том, что уже не хватает парковок, про экологию молчу и так далее. То есть, вот у нас приоритеты, из-за того, что были неправильные приоритеты, возникло вот такой вопрос. И вся эта пешеходная инфраструктура, она только деградирует с каждым годом. А в Европе все наоборот. То есть, сначала все создается для... То есть, с учетом того, что главное в городе это, во-первых, пешеходная инфраструктура, а потом уже дороги. Поэтому, например, в Копенгагене, когда снегоочистительная машина убирает снег, она первая убирает с велосипедных полос и с тротуаров и скидывает на... На дорогу, на проезжую часть. Да, потом, когда уже большая техника выходит, она начинает вот этот снег собирать. То есть, это дело приоритетов. А у нас приоритеты другие. У нас сначала чистится дорога, все, весь снег на тротуары выкидывается. Потом думают, почему у нас лед на тротуарах появился? Потому что просто все свалили на тротуарах. И вот, во-первых, это вопрос приоритетов. Во-вторых, это вопрос проектирования. Потому что у нас дирекция, как она называется, архитектура и урбанизм, она не занимается ничем, кроме вот только согласованием документов. И у них нету такого видения, что вот как нужно нам обустраивать тротуар. Если какой-то экономический агент захотел сделать себе там ступеньки трехуровневые, он себе сделал за счет половины тротуара. Если он захотел там отрезать половину тротуара, создать какие-то парковки, он это сделал без никаких проблем. Никто ему ничто не предъявил, никто не заставил его что-то переделать. Поэтому у нас нет нормальной вот этой инфраструктуры или пандузов для людей с ограниченными возможностями. Инвалиды у нас в городе вообще не могут передвигаться, не то что простые пешеходы. То есть вот проблема приоритетов. И, наверное, то, что сейчас нужно, это переоценить то, что мы считаем главным и нужным в этом городе. Я рад, что сейчас поднялась вот эта проблема тротуаров. Потому что проблема не только в заледенении тротуаров зимой. Это будет еще пару дней, пока будет, потом они растают. Но эти убитые и тротуары, полные ям, заваленными машинами и всем, что хочешь, они останутся. И это создает не такую атмосферу невозможности передвижения по городу. Пешком или там на альтернативном транспорте. Поэтому будут еще больше машин в городе и будет еще все хуже и хуже. Получается такая цепная реакция. То есть, смотрите, мы унаследовали город, который белый цветок из камня. Помним гимн Кишинева. Мы унаследовали город с большими широкими проспектами. Мы унаследовали город, в котором еще пока есть скверы, парки. Правда, в таком урезанном состоянии. Но вот это наследие вот сегодня выглядит в таком очень поюзанном, очень ущербном виде. Оно выглядит как-то очень, ну знаете, как бы недорожим мы всем этим. И понятно, что от городских властей ждем, как кишиневцы, ждем какого-то ухода за этим наследием. И понятно, что должно быть какое-то стратегическое мышление. Как должны строиться торговые площади обустраиваться? Как должны обустраиваться пешеходные переходы? Как вообще обустраиваться жизнь кишиневцев должна быть? Потому что вот вы говорите там трехуровневые ступеньки и так далее. Это все признаки, элементы, на мой взгляд, коррупции. Когда кому-то позволили взять, отрезать кусок тротуара. Некомпетентность. Ну вот здесь, наверное, вопрос нашим народным избранникам. Как сделать так, чтобы эта ситуация, ну хотя бы уже приближалась к такому пониманию, что наступим мы на вот эту гидру коррупции. Ведь в мире масса примеров, как сумели уничтожить вот этот момент, который расклевает все вокруг себя. Потому что если чиновник посчитает, что он может взять, например, взятку, закрыть глаза, что здесь балкон вдруг встал половиной квартиры, и, так сказать, смотришь, стоит пятиэтажное здание, к нему пристроили, да, там однокомнатная квартира, он пристроил к нему дом, к этой квартире. Понимаешь, да, он нуждается в улучшении, так сказать, своих жилищных возможностей, но это делается иным путем. Когда видим, что в жилом доме, первый этаж, вдруг там открывается какой-то бизнес, не всегда комфортно, наверное, тем же жителям, которые хотят вечером отдохнуть, а там кафе за стенкой. То есть вот какие правила должны быть в самом муниципальном совете, как воздействовать на эту власть, чтобы она начинала опасаться этих шагов? Тут вопрос, наверное, скорее всего, надо немножко расширить все то, о чем вы говорили, потому что, на мой взгляд, тут вопрос на самом деле касается не только там улучшения какого-то своего жилплощади, да, улучшения там, так как сказал Виктор по поводу то, что вдруг решил экономический агент, что ему нужно сделать парковку не на два места, а на семь, потому что у него бизнес пошел и так далее. То есть и продолжение, кстати, тротуаров, снег, это понятно, сейчас он правда растает и пойдет на плю. Да, и будут лужи, и ничего не изменится глобально. То есть мы будем идти по лужам, потому что есть куча дыр, есть разбитые полностью, они в таком состоянии, просто никто, я не знаю, то есть, наверное, это не особо тема для пиара, потому что сделать-то быстро ничего невозможно, и проблема в том, что последнее время, наверное, последние лет 10, все, что делалось в городе, к сожалению, как делалось, делалось, это очень комплимент большой, то, что происходило в городе, это все становилось темой больше для пиара, нежели для того, чтобы как-то улучшить ситуацию. Посмотрите, что происходит, я сейчас, ну, то есть не хочу, там, не хвалить, не критиковать кого-то очень сильно, но, насколько я помню, до Нового года, после Нового года было заявление о том, что в течение четырех дней все пешеходные переходы будут расчищены, подземные. Ну, вот могу пригласить прям начальников управления, то есть мы общались на эту тему, вот у меня пешеходный переход, я живу тоже на Ботанике, вот как был на Ботанике пешеходный переход в снегу, вот пока не собрались те люди, которые там ходят или торгуют рядом, вот пока они ломом это не расчистили сами, ничего не произошло, то есть, ну, зато отрапортовали, что ситуация будет решаться, и она сделается, ну, так это не работает, к сожалению, то есть не могут муниципальные советники, там, при всем том, что, там, мы народные избранники, мы пытаемся каким-то образом, там, кто-то улучшить, кто-то, кто-то нет, кто-то предпочитает отсиживаться и молчать на заседании муниципального совета, об этом надо в первую очередь говорить, я согласен с Виктором здесь, что проблема в этом году, она вот как-то ярко так стала, явно прям выпирает, а то мы начали говорить о тротуарах обледеневших, мы начали говорить о том, что у нас невозможно передвигаться по городу, и здесь есть куча проблем, которые начали всплывать, и это хорошо, что они начали всплывать, я надеюсь, что что-то начнет меняться, но для того, чтобы это, что начало меняться, нужно в первую очередь менять людей, которые всю жизнь, все последние лет... Происходит какая-то там, смотрите, рокировка чиновников. Вот именно, что это рокировка, люди, которые были некомпетентны на одних постах, они сейчас становятся некомпетентными на других постах, то есть ситуация, в принципе, это просто происходит какой-то обмен, человек убирает с должности и ставит его заместителем на эту же должность, ситуация не решится, то есть как было не особо хорошо, мягко говоря, так оно не особо хорошо и останется, потому что люди, ну, то есть человек не понимает ничего, там, например, я не знаю, там, в жилищно-коммунальном хозяйстве, от того, что сместили, поставили на его место молодого какого-то там человека, который где-то там, может быть, он слышал, читал две книжки и он имеет представление, как это делается у него в голове, от этого ситуация не улучшится, надо находить людей, профессионалов. У нас сейчас в примарии, если я не ошибаюсь, мне кажется, там вообще, по-моему, 9 или 10 должностей, они свободны, то есть главы дирекций, они, это есть конкурс, он открыт, он уже идет, я не знаю, месяца два. Особо никто не рвется. Да не то, что особо, нет людей, понимаете, проблема в том, что... Люди есть, людей подходящих нет для нынешнего руководства, то есть которые будут каким-то образом, наверное, молчать, не говорить особо о тех проблемах, которые существуют, просто люди лояльны, скажем так, этих людей нет, а проблемы, они копятся. У нас, правда, я, ну, то есть, сейчас мы начнем говорить еще про транспорт, там вообще веселье. Вот до того, до темы транспорта, хотелось вот что сказать. Как правило, мы ведь кишиневцы воспитаны так. Когда проблема в подъезде, проблема вокруг подъезда, во дворе, мы куда звоним? Мы звоним в ЖЭК. Начинаем, как правило, у каждого кишиневца, например, все знали номер телефона своего ЖЭКа, звонили, пытались там дозвониться до мастера, до начальника, придите, устраните, сантехник нужен, во дворе что-то там происходит. Сегодня многие из моих знакомых с тех, с кем живем в одном доме, они говорят, а вот сейчас как ни позвони, отвечают, денег нет, у нас нет специалистов. Вот получается, что сегодня ЖЭКи так лихорадят, что фактически уже они не существуют или существуют только на бумаге. Что происходит в этой сфере, Антон? На самом деле в советское время, давайте вернемся из тогда, когда создавали ЖЭКи, в советское время все жилье было не частным, оно было государственным, и жилье выдавали людям. После того, как произошла приватизация, система приватизации, приватизировали не только квартиры, приватизировали какие-то серьезные крупные объекты, так система сложилась, построили систему и сделали для себя. Люди приватизировали квартиры, квартиры стали частными, то есть частная собственность. Сегодня что внутри квартиры, это ваша частная собственность. Что касается подъездов, лестничных площадок, придворовой территории, это территория общая, то есть территория, которая принадлежит жильцам этого дома, и они вместе отвечают за эту территорию. Что касается сегодня с ЖЭКами, вот скажите, пожалуйста, сегодня у кого-то контракт есть на обслуживание с каким-нибудь ЖЭКом? Либо ассоциации сегодня, не все даже ассоциации, которые, ну, допустим, возьмем во внимание, то есть ассоциация одна, а когда у нас ассоциация какая-то маленькая управляющая компания управляет, даже и некоторых управляющих компаний, которые сегодня пытаются развиваться в городе, нет контрактов на обслуживание домами. Течет крыша на девятом этаже. Куда мы звоним? Мы звоним в ЖЭК. В ЖЭК что нам говорит? Говорит, ну, у меня нет материала. А что мы можем сделать? Мы можем подать суд на него, например, да? Ну, судебные тяжбы, они потянутся очень долго, но при этом пострадаем мы, пострадает наше здоровье. И что нам получается сделать? Мы просим, дайте нам хотя бы какой-нибудь ленокром, чтобы мы сделали свою крышу. И сейчас мы четко должны понимать, что система, она изменилась. То есть теперь городские власти, примария должна дать возможность людям заниматься самим своей и придворовой территорией, своими домами. Но это вызовет... Ну, накладно, я вам скажу, в этих заниматься. Не каждый двор потянет такие расходы. Но для того, чтобы это произошло, необходимо реструктуризация всей системы, которая сегодня у нас есть. Необходимо изменение законодательной базы, начиная от закона жилья, заканчивая закона к кондоминимуме, который сегодня вообще ужасно сделан. Он был срисован когда-то с румынского закона, но что касалось обязанностей, осталось. А что касается ответственности тех, кто обслуживает, оно как бы куда-то ушло. И мы сегодня... Ни закон, ни транспарентности в этом нету, ничего. То есть, соответственно, закон когда-то был принят, закон был. Но если взять, сравнить даже французский закон о кондоминимуме, румынский, российские законы, они совершенно диаметрально противоположны с тем, что у нас есть. И сегодня нужно первое, это нужно, парламент должен принять хороший функциональный закон. И коммунальщики, потому что это не только Кишинев, это и Бельце, это и все остальные города страны должны начать работать. Примария должна функционировать, в этом плане функциональной быть. Когда мы говорим сегодня о компетентности, вот я извиняюсь, вернусь немножко назад. У нас, оказывается, некоторый коммунальный транспорт, появилась GPS, навигация. Что касается GPS-навигации, это хорошо, мы знаем примерно сколько километров прошло. Проехал транспорт, соответственно, сколько потратили горючки. Вопрос, а сколько потратили реагенты в этом году? Потому что в прошлом году... Узнаем потом по статистике списанных средств. В прошлом году реагенты было потрачено столько, что можно было пол Молдовы, наверное, вот так вот засыпать. И почему коммунальщиков на сегодняшний день не дали реагента, который сегодня есть? То есть проблема еще одна. Есть лед, примар уезжает праздновать какие-то торжественные события. Но передать решением примара коммунальщиков, потому что это одна структура, передать тот же реагент, хотя потому что реагента нету, я уверен, что нету ни ассоциаций, они не дали реагента, хотя должны были дать, потому что там есть люди, которые отвечают крупным ассоциациям, я имею в виду. Ни ЖКХ не дали реагента. Был бы реагент, как-то можно было бы справиться с этой ситуацией. Не говорю, что конкретно. Вот мне тоже вопросы и качества вот этого, что называете реагентом. Насколько это безопасно. Песок в этом году. Да, насколько это безопасно. И опять же песок, который накапливается на наших улицах, превращается в пыль. Мы этим дышим. И это становится тоже для нас небезопасно. А вот опыт, допустим, тех же европейских городов, там также посредством песка борется со льдом? Ну, это зависит от города. Вы мне раньше сказали, что все взаимосвязано, и это действительно так. Если мы используем песок, летом у нас будет пыль и грязь везде. Если мы используем реагенты, у нас есть проблемы с экологической точки зрения, с уже практичной, потому что это портит обувь, машины и так далее. Есть практика использования вот этого для тротуаров, особенно гранитной крошки в северных городах. Я видел в Осло, в Копенгагене, в Таллине они используют. Но он закупается, он, то есть, супится везде, где нужно. Потом собирается в ливневке, собирается обратно, смотрится, сколько потерялось, потому что там есть расходный процент некоторый. И закупается то, что не хватает уже на следующий год. Достаточно экономно использование. Но для этого нужна очень хорошая ливневка. А у нас ливневки в городе практически нет. Она вообще не работает или засыпана. Если мы рассыпем вот эту крошку, то мы ее потеряем просто. Она очень дорогая. То есть, есть методы, но нужно конкретно опять же решить, что мы хотим сделать. Наверное, на вот это время, на то, что мы имеем, лучший вариант это как-то совместить или, не знаю, там на некоторых участках, где возможно сыпать реагент. Там, где нет, используйте песок, хотя бы на этих тротуарах. Вот за эти несколько дней, пока снег растает на тротуары, если сыпать этот песок, его не так много нужно. Но опять же, как это делать? Потому что проблема и в технике, как раньше говорилось. У нас есть тротуары, которые просто непрактические. Вот эти маленькие, маленькая спецтехника, которая создана для того, чтобы чистить тротуары. Она создана для нормальных тротуаров. Гладких, ухоженных, ровных, без всяких препятствий. А если она просто не может, там, если там парковка или там вот этот псевдозеленый, как она, спать у верди, который... Клумба какая-то типа. Клумба или не знаю что. То есть проблема в том, что... И вот мы предлагали, когда они ресаврировали эти новые, эти три улицы за счет проекта Берн, чтобы не просто изменили вот одежду улицы, да, просто поменяли там плитку и асфальт и все. Нужно было перепроектировать улицу. Стилет улицы. Да, создать ее, пересоздавать ее так, с учетом новых принципов городского планирования. Где-то убрать одну полосу, где-то расширить или сузить тротуар, где-то переместить зеленую линию, где-то... Это, конечно, намного сложнее, намного проблематичнее и дороже, но это позволит нам со временем потихоньку вот развивать нормальную сеть улиц и тротуаров. То есть у нас будет нормальная обслуживаемая инфраструктура, который будет... Тротуар можно будет чистить маленькими вот этими тракторами или специальными уборочными машинами. Там, где зона для парковки, парковка должна быть параллельно трафику, а не перпендикулярно, не вот этим под углом и так далее. То есть есть, я хотел сказать, есть практики, которые... То есть не нужно изобретать велосипед, все уже давно изобретено. Нужно просто... У нас раньше говорилось, что нам не хватает плохой закон, старый, нужно модернизировать наши законы и нормативы. Второе, нужно взять из городов уже новые практики, современные методы менеджмента городов. И развивать или создавать, или переучивать специалистов, потому что реально у нас это проблема. Люди просто, если даже они там архитекторы или даже много лет работали в примарии, их знания уже устарели. То есть есть новые методы требуют, новые знания. Их нужно переквалифицировать, переучивать. Нужно приглашать экспертов из-за границы, чтобы передавали вот эти практики и знания. И вот это все нужно делать в течение многих лет. Ну, трудно не согласиться, но с другой стороны, смотрите, у нас ведь в общем-то в примарии, в градостроительстве достаточно, мне кажется, специалистов, которые, по всякому случаю, претендуют на то, что они знают, как строить, как укладывать плитку, как распределять дорожный трафик. Другой вопрос, получается ли это у них. И я обратил внимание, в социальных сетях наши кишиневцы, не особо избалованные или наоборот уставшие от политических дебатов, выяснения отношений, с приходом на пост исполняющей обязанности столичного мэра Сильвера Ду, начали писать о том, что, ну, смотрите, появилась женщина в руководстве, вот она наведет порядок. Ну, как женщина, знаете, на кухне должен быть порядок, сейчас мы все тут увидим. Ну, мне возникает сомнение, ведь дело в том, что Кишинев не кухня и даже не кухня с гостиной, это огромный комплекс, ну, не знаю, огромный такой и клубок проблем, и в то же время это завязано на судьбах людей, завязано на каких-то планах и бизнесменов, инвесторов и просто кишиневцев. И я начинаю, ну, закрадывается сомнение, что просто вот смены только лишь одного чиновника или смены, допустим, даже такой, знаете, вот этот чиновничий трафик по креслам, он не изменит целым всю систему. Не изменит и, ну, что остается, строит новый город где-то при таких вот людях? Продолжая то, что вы говорите, что перебил, мне просто интересно всегда, то есть я не раз слышал то, что вот пришел новый человек, сейчас все изменит. Когда она пришла, когда она пришла, если я не ошибаюсь, в ноябре, по-моему, да, пришла она в премарию, что сделала в ноябре? Вот что конкретно? Нам, журналистам, не достучаться, назначено. Мне интересно просто говорить, что новая пришла, кроме каких-то заявлений о том, что будет делаться, ничего на самом деле пока нет. Это история эпохальная с елью, просто я до сих пор, мне интересно, я прям хочу спросить, просто пока не возникает возможности, как за полчаса получить разрешение на сруб елки в детском саду? Мне прям интересно, как это... Вообще, кому принесла, то есть пришла в голову гениальная идея тащить несчастное... Просто у нас в этом году была феерия, это елочная, у нас елки были на каждом шагу. Была елка одна на центральной площади, площади Великого национального собрания, была елка, которая стояла правительство за правительством, была еще одна елка, которая ставит экономический агент, они будут делать рекламу возле театра оперы и балета. То есть, что происходит вообще, объясните мне. Каждый тут, это какой-то, на самом деле, это сюр. У нас происходит сейчас история, которая, не знаю, пир во время чумы, если хотите. То есть, мы продолжаем радоваться тому, что происходит, что пришел новый человек, который по факту еще ничего не сделал. И сейчас что? Увольняет людей, которые уже до этого были уволены по закону? Ну, это смешно. То есть, сейчас отправляет в отставку людей, которые были уволены еще летом по закону, по решению суда. И мы говорим о том, что у нас есть проблема с дорогами. Так она будет у нас и проблема и с дорогами, проблема с пристройками, проблема с коррупцией и так далее. Надо менять менталитет, надо менять подход к этому всему, понимаете? В тот момент, когда у нас, я помню очень отчеркиваю историю, когда началась проблема с маршрутками. Которая тоже, это длится проблема с начала 90-х. Вот, которая временная история была с маршрутками, потому что транспорта не было. Вот маршрутки туда ввели и оставили, вот их до сегодняшнего дня они ездят. Фактически все финансовые потоки завернули туда. И сейчас пытаются реанимировать общественный транспорт. То есть, у троллейбусного парка еще плюс-минус все нормально. Там сейчас на 85%, насколько мне известно, обновили парк. Каждый второй троллейбус, грубо говоря, он новый. Относительно новый, насколько это возможно. А в автобусном парке там беда. То есть, есть два коммерческих маршрута, которые, ну их три, но два, которые согласились на условия автобусного парка. Это пятый маршрут, двадцать третий. Вот они ходят, они еще более-менее новые, потому что они коммерческие. И 122-й автобус, который по документам вообще маршрутка. То есть, какие-то удивительные вещи происходят. И отменяют в этот момент маршрутки, и люди начинают возмущаться. Что как так происходит, что у меня всегда в моей жизни возле дома, у меня возле подъезда меня забирала маршрутка, а теперь она меня не забирает. То есть, тут мне кажется, Виктор не даст мне соврать в любом городе. То есть, если и европейском, или там хотите, не знаю, российском, в бывшем пространстве СНГ. Нормально ходить. Это нормально, ходить до транспорта. Ни в одном городе, ни в одной столице вас не подвезут к вашему подъезду. Вы должны ходить. Другой вопрос, то, что у нас ходить негде, как уже было сказано. Передвигаться сейчас очень много. Я просто, это такая квинтэссенция того, что говорилось до этого. Я просто хотел комментировать, но не мог. Сейчас очень модные гироскутеры, очень модные электронные мопеды, которые не загрязняют окружающую среду. Это экологически чистый вид транспорта. То есть, смотрите, это развивается очень масштабно. Велосипеды на аккумуляторах. Это же удобно. Это правда очень удобно. Но я просто представить себе, я на велосипеде один раз проехал от дома до работы. Я еду, у меня до работы надо ехать через Виадук. Я думал, что не доеду по дороге. Я вам честно говорю. Потому что я не хотел ехать по тротуарам. Потому что там ходят люди. И там было не очень удобно ехать, потому что после дождя. Я ехал по краю дороги. Это ужасно. Это правда. Я думал, что меня раза три или четыре собьют элементарно просто. То есть, очевидный риск для жизни. И люди, и как реагируют на это водители. Они сигналят. Они не понимают, что... Не то, что не понимают. Они с агрессией подходят к тому, что у них появляется еще один участник транспортного движения. А это нормально. Ну, то есть, вы все помните, это эпохальные велосипедные дорожки, которые проходили через столбы. У нас... И никому это не интересно. К сожалению, не интересно это делать. То есть, возникают какие-то предложения. Тоже, опять же, от гражданских активистов. О том, что давайте что-то делать. Давайте вместе это делать. Мы знаем как. Мы привлечем экспертов. Эксперты приходят, не берут деньги, понимаете, заграничные. Только дайте, мы вам поможем. А никто никому это не хочется делать, по-видимому. Вот я себя поймал на мысли, что я типичный Кишиневый. Со всеми его фобиями, стереотипами. И причем я это ощущаю, когда бываю в столице другого государства. В одной из своих поездок во Францию, в Страсбурге, в командировке, мы с моим коллегой-оператором шли по пешеходному переходу, светофор, значит, там промежуточный, надо было остановиться на островке, ждем. Зеленый, зеленый зажегся. Это недалеко от пассе. На меня начинает двигаться прилично одетый велосипедист. С портфельщиком в костюме, в шлеме. И я вижу, набирает скорость. Вижу его глаза, которые увеличиваются, глядя на меня. Я ничего не понимаю. Ну как же так? Мне в Кишиневе бедные велосипедисты боятся меня как пешехода, иногда даже как автолюбителя. А здесь он на меня летит. И потом я врубаюсь, опускаю глаза, смотрю вниз и вижу, что я иду по полосе велосипедного движения. То есть я в глазах этого француза нарушитель. Я не имел права. И, извините за мой французский, сказал что-то там. Услышал «мерси», что не дал ему сбить меня и самому, так сказать, не слететь с велосипеда. И я поймался на мысли, ну реальный, вот он мог понять, ну если бы, конечно, он был бы в Кишиневе, француз, он понял, что перед ним Кишиневец. Потому что мы не видим даже этого, что вот здесь может быть пешеходная дорожка. И нужно уважать это правило, потому что это позволяет и мне выживать в городе, велосипедисту и автомобилистам в том числе. То есть вот когда вот эти правила нормально сосуществуют, как-то и жизнь в городе течет. Вот, ну, видимо, так сказать, ну, на взгляд туриста может быть хорошо. Или, ну, может быть, на взгляд даже этого жителя. И обратим внимание еще на такую вещь. В советское время, вот, пазики, небольшие автобусы в городах, ну, допустим, в райцентрах, там было по 4, 5, 6 маршрутов наших. Сегодня там, мне кажется, вообще люди только пешком и ходят. В силу того, что экономика развалена. Но вот в этих маленьких автобусах обелечивали пассажиров при входе через переднюю дверь. Ну, кажется, архаизм сегодня уже в той же Европе, всякие электронные системы. В Страсбурге обелечивают через переднюю дверь. Заходишь, платишь. Только потом открывают заднюю дверь, чтобы люди уже вытесняли и выходили таким образом. То есть технология такого характера, но, казалось бы, ушло в прошлое. Нет. Видимо, хороший пример или хорошая практика. Помогает контролировать оплату услуги. Не тратить, видимо, деньги на то, чтобы появлялись какие-то контролеры с несколько искаженной психологией, которые должны поймать зайца и, может быть, с этого, видимо, увеличить свой фонд заработной платы. А ты рискуешь попасть в неудобную ситуацию. И я понимаю, что много хорошего было в той жизни, перекочевывать в эту жизнь. И как много плохого почему-то рождается вот в этой новой жизни. Вот с накопившимися ямами в тротуарах, нечищенными от гололеда, так сказать, тротуарами. И возникает вопрос, ну, до каких пор? Понятно, что мы вот сейчас не найдем, то есть мы точнее знаем эту панацею. Надо просто сменить людей, которые управляют этим городом. И не только. И не только. Я не соглашусь. Я извиняюсь. Значит, что касается вот даже ям, тротуаров и так далее. Значит, в советское время, как и сейчас в других, как говорится, европейских городах, существует система правил того, как что-то делается. Есть давайте сделаем так, а есть технология того, как это сделать. Так вот, у нас, к сожалению, в стране давайте сделаем так. А попробуем вот это. Почему ты так сделаешь? А потому что я думаю, что это правильно. Но я думаю, что это правильно, и это правильно, это разные вещи. Поэтому везде, в нормальных странах существует и эта работа, существуют СНИПы, существуют специальные документы для эксплуатации каких-то объектов, для ремонта дорог. Например, возьмем дорогу по Штефану Челмари. Я простой пример. Появились эти непонятные полоски из-за троллейбусов. Мы понимаем, что поменяли покрытие, причем было поменено покрытие. То есть оно должно было послужить, асфальт, который заменен. Таким образом, как это было сделано Штефану Челмари, гарантию должен дать производитель пять лет. Пять лет на полотно. Значит, пять лет мы не должны возвращаться к тому, что здесь какие-то там бугорки. И производитель работ, соответственно, должен был, согласно технологии, сделать углубление там, где были остановки, и укрепить основания. Либо сделать какое-то другое основание для того, чтобы этого не повторялось. Чтобы асфальт не проседал. Чтобы асфальт не проседал. Чтобы асфальт не создавал турию. Идем дальше. Идем. Опять же, я далеко не делаю. Виктор знает европейские города. Ливневки. Штефан Челмари был реконструирован. Куда идет вода? На плитку. А теперь вопрос. Согласно эксплуатационным характеристикам этой плитки, она сколько выдержит, если вода будет размывать то, что под ней? А кто знает об этом, скажите? Ну, кто знает об этом? Да вы вспомните, как делась эта плитка. Причем здесь кто знает. Нас торопились к дню независимости успеть. Вы посмотрите, как они работали там с тахановскими методами. И вот эти вопросы поднимались на нашей фракции. Далее, даже больше скажу, гражданские активисты вместе с нашей фракцией поднимали вопрос. А покажите, пожалуйста, проекты реабилитации Штефана Челмари. То есть он был нарисован, как говорится, схематично. После этого мы меняем какие-то вещи. Теперь возвращаюсь к этому вопросу. Для того, чтобы кто-то управлял чем-то, каким-то процессом, либо управлял примарией, управлял городом, есть принципы работ, которые необходимо соблюдать. И если мы говорим о городе Кишиневе, то смена руководителя не меняет принципов работы. Да, мы видим, как по скандали на заседании убрали кого-то, кого поставили, никого не поставили, из тех, кто мог бы справиться с этой должностью, с этой работой. А те, кто справился бы с этой должностью, их быстро уберут, потому что здесь идет другая система. Система откатов, заработок и так далее. И если... Вернулись к коррупции. Возвращаемся к той же коррупции, потому что поменять человека, поставить правильного человека, он не даст развиваться коррупции. Средняя цифра 20%. Ну и что? Куда мы возвращаемся? Да, к сожалению, есть много примеров того, как победили коррупцию. Есть масса, еще больше примеров, как коррупция победила. Те, кто хотел, в всяком случае, или желал бороться с ней. Но нам бы хотелось быть городом, в котором, знаете, коррупция ушла бы в прошлое. Если не ошибаюсь, в Сингапуре 40 лет назад была нищета, была самая бедная страна, или самый бедный регион в мире, самый бедный город. И сегодня это один из самых процветающих, свободных, самых экономически развитых, и в то же время самых безопасных мест на планете, где нет коррупции, мне кажется, коррупцию там светит. Потому что здесь не только проблема, опять же, здесь проблема не только в том, что в городе нет, понятно, что это правда, это большая проблема, когда в городе нет хозяина, скажем так, которая не может у нас там меняться постоянно из-за политической нашей какой-то обстановки. постоянно какие-то смены, назовем, ну, то есть, простите за выражение, качели, постоянно туда-сюда, и мы не понимаем, что происходит. Но, на мой взгляд, то, что происходит в примарии, не должно соотноситься с политикой. Люди в примарии не должны заниматься политикой. Люди должны в каком-то идеальном, в идеальном каком-то состоянии. Люди в примарии должны решать вопрос горожан. Не политически, кто на каком языке разговаривает, как это часто происходит в муниципальном совете. От того, что человек разговаривает на русском, на молдавском, на гагаузском или на украинском, от этого человек лучше работать не станет. Если он профессионал, и он разговаривает на каком-то другом языке, на котором ты не разговариваешь, от этого он хуже специалистом не становится. Послушай его, научись что-то, вместе попытайтесь решить проблему. По примеру Сингапура, нужно менять менталитет и подход людей. К тому месту, где вы живете. У нас, к сожалению, люди привыкли к тому, что за них кто-то что-то должен решать. И от этого происходит очень много проблем. Потому что люди, понятное дело, их тоже можно понять. Среднестатистического кишиневца возьмите. Он уже перестал кому-либо верить. Потому что то, что происходит в городе, каждый приходит новый, каждый что-то обещает изменить, и ситуация, к сожалению, не меняется. К сожалению, наши городские диалоги подходят к концу. Буквально вот по полминуты каждому хотелось бы вот такое. Начнем с Виктора. Вот что сегодня, ну как обрисовать в трех словах состояние кишиневского городского хозяйства, на ваш взгляд, что это? Вот три главных слова, которые приходят вам на ум сегодня. Вот вам, как человеку. Ну это, во-первых, наверное, я даже не знаю, как это будет по-русски. Все, что, все это устаревшее. Архаизм? Архаизм, да. Люди как-то через, там, не знаю, политический, по политическим критериям, по родственным критериям, как-то там попали в кресло, в места, где люди решают. Куда 20% отката здесь? Они практически решают нашу судьбу, потому что мы из момента, даже из момента, когда мы встаем с кровати, мы сталкиваемся с городом. Это если в крайне вода, если электричество в квартире, убран ли лед на улице, ходит ли маршрутка или там троллейбус, какого состояния дорог, где парковка и так далее. То есть, наш каждый день связан с городом. И вот эти люди решают нашу судьбу и уклад нашей жизни каждый день. И они некомпетентны, они знают, как это делать. В-третьих, это коррупция, конечно. Когда люди не то, что недостаточно, что они некомпетентны и не сильно знают, что делать, а еще и занимаются не тем, чем нужно. Антон, ваше определение в трех таких выражениях сегодняшнего состояния города. Сегодня город, на самом деле, мне не то, что кажется, а сегодня город не готов для компактной и хорошей жизни каждого гражданина, каждого горожанина. Город сегодня не грязный, а уставший. Просто состояние уставшего города, которого кидали, жмахали, которого перекин, перерыли всего, в котором выкопали ямку там, выкопали ямку там, не закопали. Вот что сегодня мы видим в Кишиневе. Конечно же, хотелось бы, чтобы в ближайшее время Кишинев стал меняться в город, доступный для жизни каждого и удобный для жизни каждого горожанина. Я думаю, что хотелось бы обратиться сегодня, пользуясь этой передачей, к каждому горожанину. Это не быть безразличным к проблемам города. И у нас сегодня у всех есть социальные сети. Вот когда мы падаем, ломаем руку, мы кидаем это все в социальную сеть, и эта проблема поднимается, одни говорят какие-то эксперты, говорят, каким образом это решить, и эта проблема каким-то образом решается. Так же выступать с обычными вещами. То есть если мы едем в Копенгаген или в другие города Европы, мы видим, как все хорошо. И примерно понимаем, как должно быть здесь. Давайте вместе делать наш город лучше, какие-то фотографии, дать какие-то комментарии, подключаться, собираться какие-то петиции, потому что те же переходы, подземные переходы, когда молодежь собрала петиции, говорят, давайте сделаем. Когда молодые ребята выходили, снимали маленькие ролики, говорили, что страшно ходить по этим переходам, потому что в них темно, кто-то обратил внимание. И благодаря прессе сегодня политизированная примария начинает обращать внимание. Поэтому давайте все вместе пытаться делать маленькими шажками наш город лучше. Никита, ваше видение того, что сегодня представляет город? Мне кажется, идея сейчас такая появилась. Есть много интересной на сегодняшний день литературы, современной, и касается она урбанистики, как управлять городом, менеджментом и так далее. И все современные урбанисты сходятся во мнении, что город нужно делать для пешеходов, удобным для, в первую очередь, для того, чтобы по нему было удобно, просто и приятно передвигаться. Мне кажется, нужно в примарии сделать библиотеку, где собирать подобного рода книги и заставлять как минимум раз в месяц брать по одной книжке людей, которые работают, занимают посты в департаментах начальников, заместителей, начальников управления, и потом, чтобы они эти книги пересказывали. Хоть, чтобы какое-то зернышко в них сажать. Привстало, да. Ну, то есть, на самом деле, это так, шутка. Но мне кажется, в первую очередь, нам нужно, я тут где-то соглашусь с коллегой, с Антоном, по поводу того, что нам нужно вместе начинать думать о том месте, где мы живем. Потому что, например, говоря о себе, я хочу, чтобы мои дети жили здесь. Я безумно люблю Кишнев. Мне здесь очень приятно находиться, то есть, с точки зрения атмосферы и всего такого. Но в тот момент, когда я вижу, когда люди выкидывают через окно мусор, когда кидают бычки, семечки, едят прямо на улице, и без того, чтобы это собрать в руку, кидают на пол, от этого город лучше не становится. Можно бесконечно говорить о том, что у нас плохая примария, и плохие люди управляют, но когда ты сам лично гадишь, простите за выражение, а эти люди, которые выбрасывают мусор через окно, они гадят, потому что так нельзя делать. В нормальных умах и головах такое не происходит, когда ты выкидываешь с девятого этажа мусор, потому что можно спуститься. Потому что они не боятся наказания. Вопрос. Тебе нужно начать с того, что просто… Опять же, здесь вопрос и в том, что отсутствие наказания, отсутствие менталитета, культуры и всего тут можно перечислять. Так что нужно вместе собираться и пытаться сделать город лучше для того, чтобы вы… И чем больше мы будем об этом говорить, тем больше проблема будет на поверхности, и мы будем пытаться ее вместе с… друг с другом ее решать. Если не могут… Спасибо за разговор, но вот не зря говорится, хочешь изменить мир, начни с себя. И вот идея с обязательным прочитыванием умных книг тоже хороша. Во времена, которые так не любят вспоминать либералы, именно в советские времена, в журналистике существовало такое правило. В рабочие дни был библиотекарский день, или день, когда ты имеешь право пойти в библиотеку. Оплачиваемый день, когда ты идешь, занимаешься изучением какой-то там литературы, периодики, вникаешь в какую-то тему. И это позволяло развиваться, не стоять на месте, не засыхать в рутине этой профессии. И вот если бы… ну поднимите вопрос, пусть будет оплачиваемый один библиотечный день у чиновника, пусть изучают… Это же все легко проверить, зачет не сдал, пиши заявление. Нет, сейчас коррупционная прокуратура займется. Ну это может быть и шутка, а может быть действительно серьезно. Спасибо вам за этот разговор. Я думаю, что темы, которые мы сегодня с вами обсуждали, да, они на поверхности, но чем больше правы мы будем о них говорить, тема, наверное, и острее взгляд будет кишиневца на эти проблемы. Иначе ведь все замыливается, и вот это смирение в душах людей, оно и губит город. Оно начинает… начинаешь свыкаться с тем, что ты вместо того, чтобы быть, так сказать, высшей ступенькой человеческого организма, или вот этой вот эволюции, ты становишься, скатываешься каким-то там, не знаю, низшим сословием эволюционирования человеческого сообщества. Буду с удовольствием вас приглашать в наши эфиры, и делитесь своими идеями, мы только будем им рады, будем их тиражировать. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда», у нас были в гостях муниципальные советники от партии социалистов Никита Цуркан, Антон Ляцкий, а также гражданский активист Виктор Киронда. Оставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин